500-метровый риф небоскреб был найден в северной части австралийского большого барьерного рифа. Он выше, чем Empire Stealth Building и Сиднейская телебашня. Массивный коралловый риф был открыт австралийскими учеными, работающими на борту исследовательского корабля «Фалькор» Института океанологии Шмидта. Ученые занимаются созданием 3D-карты морского дна, находясь в 12-месячном путешествии, посвященном исследованию океана. Рифы растут достаточно медленно. Скорость их роста примерно несколько сантиметров в год. Поэтому, чтобы вырасти 500 метров барьерному рифу, нужно время поделить на скорость роста примерно 5 сантиметров в год, и будет очень большая величина по времени. Наверное, он не был обнаружен, потому что он стоит в стороне от самого большого барьерного рифа. Команда ученых во главе Робина Биомана из университета Джеймса Кука использовал дистанционного подводного робота «Сюбастиан». Его работа транслировалась в режиме онлайн на официальном сайте Института океанологии Шмидта и на его YouTube-канале. Все, что мы обнаружили, не было в зоне видимости, но с помощью современных технологий это очень легко обнаружилось. Поэтому я думаю, что это получилось довольно успешно. Барьерные рифы довольно широко распространены на Земле. Они хорошо известны, но области, где они находятся, это маленькие пятна на поверхности Земли. Основа рифа в полтора километра шириной поднимается на высоту 500 метров, и его самая высокая точка располагается в 40 метрах от поверхности воды. Сам риф напоминает лезвие. Это первая подобная находка за последние 120 лет и входит в число семи других отдельных высоких рифов в этом регионе. Геологами хорошо изучены барьерные рифы, в том числе тот, который находится около Австралии. Это связано с тем, что он находится на границе шельфа и континентального склона. Они могут быть достаточно большие, измеряются десятками, а то и сотнями метров. Это связано с тем, что барьерный риф растет в виде остроконечной горы и растет снизу вверх. И примерно уровень поверхности этого барьерного рифа где-то чуть-чуть ниже поверхности воды, ниже поверхности Мирового океана. Во время исследования мы увидели поистине древние морские пейзажи, и это очень впечатляюще. Северная часть Большого барьерного рифа имеет очень большое геологическое прошлое. Мы увидели десятки огромных затонувших рифов. Некоторые из этих объектов древнее, чем сам Большой барьерный риф. Исследования ученых продолжатся до 17 ноября. Диана Желенкова, Илья Андреев, Фаридзо Хитуглы, Универ Ньюс.